У меня не хлеб, я ночью, бомжуйник. Это вы Путину скажете. Ты чего тут встал на колени? Это вы Путину скажете. Чего на коленях стоишь? Я приехал, полдома разобрал. Полдома я разобрал. Чего на коленях стоишь? Саша с милом не разобрал. Чего стою? Не подъебуй меня. Вы скажите, Саша, я не готова гомониться. Стою, а как мне быть? А Плохати где твой? А куда Путин смотрит? Куда Путин смотрит? А при чем тут Пусин? А при чем, как он доверил ту рацию ему? Что я тут сижу? Чего доверил? Воюю против людей. Когда люди за меня заступятся. Сижу я, воюю. Ты чего хочешь-то на коленях? Стою я. Ну, кого ждешь? Скажите, пожалуйста, когда эта война закончится? Когда Саша Сурмила уже угомонится? А, то есть ты против войны или что? Да. Я за мирю. Так у тебя экстремистские лозунги? Я никакой экстремистские лозунги. Это как в 41-м, если бы тут вышел кто-то сказал. Мы против войны. Мы против войны. Давайте сдадимся Гитлеру, чтобы войны не было. Когда это закончится? Когда вы Путину скажете это? А, так ты против Путина, значит, да? Я за Путина. Ты с пятой колонны пришел или что? Я против брата иду. А что тут на коленях стоишь? А какая тебе разница? Здравствуйте. Ваш партнер. Прошу о полиции. Ваш партнер. Не вопрос. Да вот так, без. Дадите мне денег, мне негде жить. Скалин придется встать. Да, скалин придется. Почему? А что, какая разница? Вот скажите, когда Сурмила успокоится? Сколько мне бомжевать можно на вокзале? Вот скажите. Сколько мне можно бомжевать? А мне денег, ничего нету. Ничего я не могу себе позволить. Ни на работу встать. Никуда. Вы понимаете, пол дома я разобрал, чтобы я с Курганецка сюда приехал. Пол дома. А что ты думал, так хорошо жить в колонии, что ли? А что я должен в колонии? А почему я должен? Ну, потому совсем мы живем в колонии. Чем ты лучше, чем я? Я говорю, мы все в колонии живем. Люди, когда вы поможете? Когда Сурмила угомонится уже. Ты с пятой колонны сюда пришел? С какой колонны? Вот с пятой? Какой пятой? С пятой? С какой пятой? От национал-предателей? От национал-предателей ты. Телефон свой убери. Убери телефон пока тебе нет. Не уберу. А то, что ты сделаешь? Я прошу вас, пожалуйста, не провоцировать конфликт. Ну, а то, что ты сделаешь? Это убери свой телефон. Ну, а то, что? Провокатор очередной. То вчера, значит, здесь... Вчера, значит, здесь был какой-то... Разделся до пояса, вот прямо вот здесь вот. Вот у этой вот, значит, у этих дверей. А сегодня, значит, второй пришел, уже на коленях стоит. Ну, вот так вот, друзья. Ну, зачем, я вас прошу, не снимайте, пожалуйста, гражданин. Не провоцируйте. Вы видите так, неолековно здесь видеться? Ну, это не адекватно. Это просто провокатор. Вот вчера вы видели, вот... Ну, раз вы это понимаете, зачем вы... Вы вчера видели, тут, значит, по пояс раздетый. Вот тут мужчина был. Ну, не говорите, провокация. Хорошо, не снимайте. А сегодня, значит, на коленях. Ну, я понял. Ну, а сотрудники полиции попросили не снимать. Ну, явно это провокатор, значит, передайте Путину, там, значит... У меня полдома разобрали, и так далее, и так далее. Тому подобное, да? Вчера расскажи, значит... Да, дорогие друзья. Дмитрий, что сделал бы, значит, тут голый гражданин тут стоял, да? Да, голый гражданин. Так вот, он с этим товарищем, они оба, похоже, психически, это, нездоровые. Ну, конечно. Вот, и один, это самое, подошел к этому, и, это, сунул телефон, говорит, сфотографируй меня. Обнаживаю. Тут же разделся, вот, у главного входа в госеверостную думу, разделся, голый торс. И тут фотосессию устроил у парадного гражданин, но полиция тогда не среагировала, вообще. То есть его не задержали, да? Его не задержали. Он потом отделся и ушел. Вот. Но это наверняка было непросто. Это, друзья, это провокатор. Я сфотографировал его. Это... Это была провокация. Это... За это фотосессию наверняка...